Илья Кочетков Илья Кочетков Илья Кочетков Могут любые абсолютно жители, которые неравнодушны к состоянию природы, к ее охране, они могут пройти это обучение абсолютно свободно, бесплатно, просто через сети интернет. А чему их, собственно, будут учить? — Есть установленные законодательством требования к уровню знаний и умений, навыков общественных экологических инспекторов. Прежде всего, это знания основ, азов природоохранного законодательства, знания действий и полномочий тех или иных государственных органов, поскольку они призваны осуществлять содействие органам государственной власти в выявлении и пресечении экологических правонарушений. Ну и знания способов выявления, собственно, самих таких фактов, фиксации этих фактов и подготовки соответствующих обращений, запросов органы власти. — Если по-простому, что они будут иметь право делать, чего уже не будут иметь право делать? — Общественные экологические инспекторы имеют право выявлять нарушения, фиксировать эти нарушения, составлять соответствующие материалы, в том числе с помощью средств фотофиксации, видеофиксации, определения точного местоположения совершенного правонарушения, фиксировать наличие признаков тех или иных, то есть наличие, например, срубленной древесины, заготовленной незаконно, да, либо каких-то еще нарушений там, тех же незаконных свалок бытового мусора где-то в местах, где этого быть не должно. — Зафиксировав эти нарушения, они готовят материалы, передают их по подведомственности, ну, прежде всего, в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, а вообще они имеют право направлять свои материалы во все органы государственной власти, которые уполномочены в этой сфере контроля. — Они будут отличаться от обычных граждан, которые не прошли обучение, не имеют такие корочки тем, что к ним быстрее прислушаются, либо они будут больше знаний иметь, как это сделать? — Во-первых, да. Во-первых, конечно, знание, что отличает от рядового гражданина, да, нужно уметь понимать законодательство, как оно устроено, что допускается законодательством, а что нет. Но поскольку уполномоченные органы Минприроды Алтайского края выдают соответствующие удостоверения этим инспекторам, естественно, они с ними на связи, на обратной связи, так называемой, да, то есть, естественно, на их обращение будет соответствующая реакция. Ну и кроме того, общественные инспекторы могут проводить совместные рейды с государственными инспекторами, то есть, совместно организовывать такие рейдовые патрульные группы, обследовать, патрулировать территорию. Конечно, у них чуть больше полномочий, чем у неравнодушных простых граждан, да. Ну и простые граждане, тут надо важно отметить, в соответствии с действующим законодательством, могут также вести общественный экологический контроль и также направлять эту информацию в органы власти. Но при этом, обладая достаточными знаниями, к примеру, если идет вырубка законная, да, которую ведут лесные хозяйства, то вот такой обученный, вероятно, курсант, он уже не будет поднимать тревогу, зная, что это именно законно происходит. Во-первых, надо отметить, что и при так называемых санкционированных законных вырубках иногда допускаются нарушения действующего лесного законодательства, но чтобы уметь выявить и зафиксировать эти вещи, нужно, конечно, разбираться в том, как законодательство устроено, что можно, что нельзя, какие виды рубок, например, у нас допускаются, как должны быть организованы действия хозяйствующего субъекта, где, например, можно складировать или нельзя эту древесину и так далее. То есть, конечно, без этих знаний деятельность простого гражданина зачастую будет, ну, менее эффективна, так скажем. Просто для общего развития, что называется, вот на что нужно обратить внимание обычному гражданину, если он видит рубку деревьев, и вот они, признаки того, что что-то здесь не так. Ну, тут целый комплекс, для этого, собственно, и существует программа обучения в школе общественных экологических инспекторов ОНФ. Здесь нужно знать, как отводится лесосека для заготовки древесины, какие обозначения на местности делаются для того, чтобы, которые, собственно, и указывают, да, что эта рубка законная в соответствии с действующим законодательством, то есть это и лесосечные столбики, где приведена информация, и визирные линии, которыми отграничен участок, на котором производится рубка, и, собственно, интенсивность этой рубки, выборочная она или сплошная и так далее, как складируется древесина, как складируются порубочные остатки. Но, чтобы вот в этих вещах разобраться, это не так уж и просто, на самом деле, можно просто заходить на сайт Общероссийского народного фронта, где есть отдельный проект «Школа общественных экологических инспекторов». Там можно регистрироваться на то, чтобы прослушать онлайн-курсы, ну и после их проведения они выкладывают свободный доступ. Можно просто зайти, скачать и прослушать в сети. Да, действительно, все не так просто. Лучше поучиться, действительно. А только в Алтайском крае такое обучение проводится, либо по всей стране? Нет, это общероссийский проект. ОНФ транслирует через свои региональные отделения эту информацию для всех неравнодушных граждан во всех регионах Российской Федерации, и любой желающий может принимать участие в этом обучении, а впоследствии будет организован, собственно, экзамен. Это предусмотрено законодательством в полномоченном органе власти, и этот орган в случае успешной сдачи экзамена выдаст удостоверение общественного экологического инспектора. Чего вы ждете от первого выпуска курсантов? У нас станет лучше ситуация экологическая с надзором. Ваши ожидания? Ну, во-первых, да, это возможность людям проявить свою гражданскую позицию, сделать что-то реальное для сохранения природы. Важно сказать, что это не вновь что-то изобретенное. В советское время такой институт был и успешно работал. Это и общественные инспекторы по охране природы, это и дружинники, которые тоже имели возможность там выявлять какие-то или пресекать какие-то незаконные действия, тот же свалку мусора и так далее. Поэтому это не что-то новое, а хорошо забытое старое. И это эффективно работало. Нужно сейчас, конечно, восстанавливать, внедрять лучший опыт, наработанный в нашей стране за прошлые годы, и применять его. Самое главное, чего я жду, что люди увидят, что они востребованы, что они не просто пишут обращения в органы власти, добиваются каких-то ответов, не всегда им отвечают или реагируют так, как положено, а все-таки проявить свою гражданскую позицию и уже на равных вести этот диалог с органом власти, не быть просителем, а быть активным гражданином, действующим. Это очень важно. Это должно и мотивировать людей, что они востребованы, что их деятельность важна и нужна для государства, и поддерживать саму активность. Спасибо вам за интересную беседу. У нас в гостях был эколог Алексей Грибков. Это была программа «Наше время». С вами был Илья Кочетков. Спасибо, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»